здравствуйте виноградари вы снова на канале виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин сегодня я хочу вместе с вами изготовить удобрение для листовой подкормки винограда для лучшего созревания лучшего окрашивания и для уменьшения треска ягод этакий домашний плантофол наверное знаете что есть такая линейка водорастворимых удобрений которая применяется на всех этапах выращивания винограда начиная от распускания почек и заканчивая созреванием основой для моего домашнего плантофола будет вот такая зола а вернее вытяжка из золы зола у меня будет только с отходов виноградника прошлого года все листья все лозы и все срезанные старые рукава а поэтому будет очень высокое содержание калия около 32 процентов фосфора 21 процент и кальция около 17 процентов и естественно будут все микроэлементы вот в такой литровой банке около полукилограмма сухой золы а для приготовления я буду брать один килограмм золы на 10 литров воды то есть две таких литровых банки на 10 литров воды буду настаивать 5-6 суток и после чего буду ссеживать жидкость которая и будет представлять из себя вытяжку или маточный раствор в таком растворе судя по содержанию элементов сухой золе может быть около 3 процентов калия 2 процентов фосфора и полтора процента кальция но такими концентрациями не проводят не корневые подкормки но для начала я хочу проверить могут ли такие концентрации нанести химические ожоги винограду а затем уже разберусь и с концентрациями и вот мой маточный раствор он очень концентрированный и на первом этапе я хочу узнать можно ли нанести вред винограду частности ожоги вот именно таким раствором по объему вот оставшаяся зола которую я использовал для приготовления вот того количества 1 литра маточного раствора сейчас расскажу как я его готовил взял граненый стакан золы залил одним литром воды и получилось по весу 100 грамм золы на 1 литр простояло все это 5-6 дней я его постоянно взбалтовал а потом я сцедил и получил вот такой 1 литр вытяжки а для проверки я выбрал несколько пасынков можете увидеть вот перед вами и сейчас специально именно на солнце окуну не буду обрабатывать а просто окуну эти пасынки свой концентрированный раствор а затем еще и на ночь и проверю на наличие ожогов в общей сложности я обработал где-то 10 пасынков прошли сутки я проверяю в каком состоянии находится обработанная концентрированной вытяжкой из золы молодые пасынки на ночь я их еще обмакнул раствор ну вот самое молоденькие самые верхние листики нет никаких повреждений абсолютно все чистенькая один пасынок вот другой пасынок тоже в таком же состоянии да и все листья тут ничем они не выделяются каком состоянии были в таком и остались кстати когда-то я встречал такое сообщение что после применения то ли плантатора то ли плантофола на листьях были ожоги меня это сильно удивило и я как раз собирался обрабатывать тоже этим препаратом а удивило по той причине что я так подумал там пакетик 25 грамм разводится на 10 литров воды и думаю чего чтобы такого можно было положить такого вредного чтобы появились ожоги но и я как обычно недолго думая взял этот пакетик развел на один литр вместо 10 литров обработал один тоже так вот пасынок побег и через сутки через двое посмотрел что никаких повреждений даже при такой адской концентрации там не было то есть не знаю чем это связано вот такие были сообщения и так маточный раствор вот он перед вами не нанес никаких повреждениям листьям а потому считаю что в гораздо меньших концентрациях он будет в этом плане тоже безопасен а теперь я взял пакетик плантофола для созревания и решил рассмотреть какие же пропорции рекомендует это известная фирма для подкормок по листу и так пакет плантофола для созревания общий вес 25 грамм на 10 литров воды содержит приблизительно 4 грамма фосфора и 10 грамм калия если перевести в процентное соотношение то это будет 0,04 процента фосфора и 0,1 для калия почему же такие низкие концентрации а потому что во первых лист это не губка и не впитает все элементы растворенная воде поэтому скорее всего больше применять бессмысленно все просто не усвоится а вот моя вытяжка содержит 3 процента калия и 2 процента фосфора то есть для того чтобы получить аналогичные концентрации мне нужно развести мой маточный раствор вот который я сделал еще приблизительно 1 к 30 и уже затем проводить не корневые подкормки по листу да и скорее всего не все они перейдут в раствор поэтому я для своих обработок буду разводить маточный раствор 1 к 15 то есть один килограмм золы на 10 литров воды и далее еще один литр полученной вытяжки к 15 литрам воды и вот после этого уже таким раствором буду обрабатывать можно ли верить таким моим расчетам ведь здесь нет лабораторных исследований но есть определенная логика определяйте сами или плантофол или вот такой препарат на основе вытяжки если же вы будете использовать обычную вытяжку из обычной золы лиственных пород деревьев то там содержание калия фосфора гораздо ниже а извести больше поэтому пропорции будут другие для сосны фосфора будет золе около двух процентов калия 5 процентов поэтому для получения приблизительно аналогичных концентраций как у плантофола нужно рассчитать по новой и по моим расчетам если брать один килограмм золы лиственных пород на 10 литров воды получаем максимум концентрацию для калия 0,5 процента а для фосфора 0,2 процента и для получения аналогичного с плантофолом содержания нужно развести такой маточный раствор вытяжки еще один к десяти либо один к пяти вот такие мои расчеты по приготовлению домашнего плантофола когда же нужно обрабатывать таким раствором вытяжки из золы естественно в начале созревания ягод ведь все эти элементы будут тормозить рост винограда и ускорять вызревание не стоит вытяжку из золы применять ранней весной либо в начале лета можно провести 3-4 обработки по листу с момента начала созревания ягод интервалы между обработками около семи дней чаще не стоит хотя я встречал схемы обработок для созревания лозы и ягод когда используют различные калийные удобрения так там по 10 и более обработок но мне кажется что это будет перебором особенно важно применить листовые подкормки вытяжкой в период когда идут затяжные дожди и применить корневой полив не представляется возможным если у вас сильно щелочная почва то тогда вытяжку из золы под корень лучше не применять а вот не корневая подкормка будет даже предпочтительней из-за именно высокого содержания вытяжки кальция я вам привел в пример еще вытяжку из золы из древесины лиственных или хвойных пород там слишком большое содержание кальция может быть даже доходить до 50 процентов поэтому такой вариант более подходит для кислых почв моя же вытяжка из-за того что изготовлена только из отходов винограда содержит очень большое количество калия 32 процента и умеренная кальция 17 процентов а как известно эти элементы антагонисты хотя больше это касается при поглощении их корнями кальций это как раз вот очень хорошо известно у кого известковые почвы блокируют потребление калия но у меня листовая подкормка да и соотношение этих элементов не критическое кальций которого кстати нет в обычном плантофоле обеспечит более прочные стенки клеток в том числе и ягод винограда и это в какой-то мере предотвратит треск ягод при неблагоприятных условиях дождях или большой влажности я вот ловлю себя на мысли что я расхваливаю вам очередной народный рецепт в кавычках а так ли он и полезен я буквально недавно рассказывал о фитоспорине о перекиси водорода и не попал ли я сам же в такую ловушку которую сам и построил стоит ли мне верить но во-первых последние сезоны я использовал подкормку именно вытяжкой из золы и именно в конце июля начале августа и скажу что и вызревание лозы и ягод значительно улучшилось и треска стала гораздо меньше а раньше я просто весной всю золу заделывал почву в междурядьях и вот как мне кажется весной зола скорее всего не так хорошо работает а вот внесение в момент созревания причем с капельным поливом когда все питание попадет корням кратчайшие сроки дает наверное наилучший результат но это в общем то мой опыт а решать все же вам а с вами был юрий ягарутин и его домашний плантофол из золы до скорой встречи до свидания пока